Всем привет! Мотовесне дорогу! Поехали! Это первая часть выставки Мотовесна, совмещенная с фестивалем Custom Tuning Show. В экспоцентре собрались сотни мотоциклов от известных брендов и кастомайзеров, и там было на что посмотреть. Мотовесна – это нечто промежуточное между выставкой, байк-шоу и салоном продаж. В Мотомире вообще любое мероприятие превращается в тусовку, поэтому значительную часть экспозиции составляли вещи околомотоциклетные – сувениры, экипировка, разные венички и детали. Мотовесна – это традиционно не одно мероприятие, а целый пул, призванный создать ощущение объема и масштаба. Это не мотоцикл, и сразу стоит забыть все, что было заучено за многие годы езды на двух колесах. Новый трицикл Spyder F3 может похвастаться трехцилиндровым двигателем Rotex объемом 1,3 литра. Spyder F3 комплектуется полуавтоматической или механической шестиступенчатой КПП с системой стабилизации и трекшн контролем. Это уже штатно установлены тормоза Brembo и амортизаторы Fox. Spyder разработан для хайвеев и отлично себя чувствует на загородных шоссе. Крутиться на нем по городу просто скучно, это же не мотороллер. Spyder настолько специфический продукт, что для российской глубинки он просто непригоден. Новые тормоза Spyder вызывают восторг у мозга. На новом F3 стоит резко вдавить тормоз, как он старается вылететь вместе с глазами и криками, похожими на ИХУ! А для тех, кому необходим топовый снаряд для побед, тому подойдет кроссовый мотоцикл Motox LD300. Он обладает энергоемкой подвеской, передняя вилка имеет возможность регулировки по скорости сжатия и отбоя, задний амортизатор с прогрессией, с возможностью регулировки. Двигатель жидкостного охлаждения с увеличенной кубатурой в паре с карбюратором Nibbe Pwk34 выдает 34 лошадиных силы. Итальянская компания Rizomo занимается дизайнерскими аксессуарами для мотоциклов и байков известных производителей. Если вы хотите что-то переделать, вам неизбежно придется мыслить нестандартно. Харли Дэвидсон официально выбрала Rizomo для создания коллекции аксессуаров для своих культовых байков и велосипедов. В 2018 году Ducati сделала Rizomo официальным партнером, создав успешное всеитальянское партнерство. Результат – эксклюзивный ассортимент аксессуаров от Rizomo. Чем больше девушка строит из себя принцессу, тем больше ее хочется запереть в высокой башне. Эта квалифицированная команда постоянно ищет новые способы создания уникальных продуктов. Они фокусируются на оригинальности и инновациях, всегда стремясь вывести дизайн на новый уровень. Создание продукта Rizomo требует многих часов исследовательской и конструкторской работы, в то время как эстетика продукта играет ключевую роль. В двухколесном мире мы не могли бы упускать из виду производительность и безопасность. Rizomo стала спонсором MotoGP, чтобы укрепить свои технические навыки и протестировать компоненты на гоночной трассе. На протяжении многих лет этот опыт помогал им находить новые решения и продукты, которые обеспечивают все более высокую производительность и соответствующее улучшение в управлении на дороге. Мото весна – это не только самые красивые мотоциклы, но и самые красивые девушки. Шоу мастеров кастомайзинга – это уже добрая традиция. В этом году работ собрали изрядно, как от грандов этой своеобразной отрасли, так и от новичков-индивидуалов. Самые красивые и технологичные мотоциклы страны были представлены в номинациях Freestyle, Modified HD, Street Performance, Retro, Cave Racer и Electro. Чемпионом России по кастомайзингу и победителем Moscow Custom Tuning Show стала мастерская Касталом с потрясающим проектом Колос, над которым воронежские кастомайзеры работали последние два года. На выставке «Мотовесна» состоялись награждения фестиваля «Байкальская миля», ассоциация «Айрон Бат» и других соревнований. В рамках программы «Москва – город для мотоциклистов» на сцене выставки прошел финал квеста Департамента транспорта. Восемь знатоков «Мотомира» из числа гостей выставки и слушателей «Радио Максимум» боролись за мотоцикл «Минск-400 ГУС». Если девушка говорит, что она не такая, это значит, что она такая, только чуточку попозже. В рамках нынешнего мероприятия представили экспозицию новой выставки «Бот-экспо». На этих стендах есть интересные экземпляры различных катеров. Также большое количество моделей представлено в разделах «Велотехники» и «Специальные экипировки». На «Мотовесне» представили первый в России внедорожный VR-мото-аттракцион. Такого еще не было ни у кого. Мощные, но послушные BSE Z11, очки виртуальной реальности с полным погружением в другой мир, рев моторов в бушах, адреналин. На самом деле, на выставке «Мотовесна» представлены не только мотоциклы. По сути, это четыре выставки – электромобили, велосипеды, спортивные автомобили и мотоциклы. Велосипеды и электромобили меня не сильно увлекают, но вот байки и автомобили меня завлекли. И несмотря на то, что поехал я посмотреть, что нового и интересного есть на двухколесах, в четырехколесном сегменте залип не меньше, чем в двухколесном. Отчасти благодаря тому, что на шоу показали много автомобилей, участников байкальской мили. Некоторые из экспонатов, кстати, на выставке можно купить. Необычный байк «Колос» от мастерской «Костолом», который живьем выглядит еще более обескураживающе, чем на фото. А назван футуристический мотоцикл в честь гигантской статуи древнего бога Солнца. Футуристический мотоцикл, выполненный из вечного материала, всегда готов ошеломлять своим блеском и светом. Мото-Весна ничем не хуже Emirates Custom Show в плане тюнинга байков. Да, покупатели у нас не такие богатые, как там, и не все байки могут быть проданы в принципе, но сам факт, что наши ателье делают просто крутые кастомы, не может не радовать. В общем, друзья, я получил исключительное удовольствие от посещения выставки. Много уникальных и необычных экспонатов. Артефакты байкальской мили разной степени невероятности. Если девушка пишет тебе первое, поздравляю, ты тормоз! А вот модель 34. Это Спорстер Родстер. Идея вдохновения проекта – это стиль Клуб Стайл в американском стиле, а также росписи компании Fast Life. Яркость и яркий дизайн классно сочетаются с чоппером. Красота, инженерная мысль, смелая идея их воплощения – такое надо видеть своими глазами. И ни одно фото не способно передать эстетическое наслаждение от лицезрения таких произведений мотоискусства. Еще меня очень порадовал модельный ряд мотоциклов, известные в СССР марки Минск и Иш. СССР марки Минск и Иш. Аэродинамичные девушки оказывают наибольшее сопротивление. Позиция 62. Построен на базе лимитированного выпуска модели Harley-Davidson FXDR в красивом сочетании дизайн спортивного автомобиля Ferrari. Сочетается несочетаемое. Позиция 32. BMW K1100RS. Что сказать? Самый крутой кирпич в России. Музыка. Музыка. Конечно же, на выставке можно было найти и трехколесные мотоциклы, позиция 23, название Трайк. Продолжение следует... Продолжение следует...